Что это такое? Берется специальный пистолет, одевается насадка под нужный цвет, под красный, под коричневый, под черный, все в зависимости от проблемы. Лазерный луч не видит кожу, он проходит сквозь кожу и расщепляет капсулу, которая из клеток удерживает пигмент, и он его, проходя через кожу, разрывает. И через лимфосистему, почему происходит отек, почему есть покраснение? Только потому, что лазерный луч внутри открыл эту капсулу и размельчил гранулу пигмента, и ему, как инородное тело, нужно это вывести на поверхность. Как он может вывести? Всего двумя способами. Если это внутри процесса, он проходит, это отек через лимфосистему и мочевину. Второй вариант, это когда сверху идет шелушение. Поэтому, когда мы делаем процедуру, сразу видно результат, где-то 50% цвета. В течение месяца пигмент светлеет также на где-то 20-30%, и в итоге мы получаем достаточно хороший устойчивый результат, и за 3-5 процедур можно вывести практически самую сложную работу. Оговорюсь, что есть пигменты, которые на минеральной основе, они могут уйти с одной процедуры. Есть пигменты с химическим составом, и я могу его не знать, потому что вы не принесли мне договор, вы мне просто принесли данную работу, показали, и я с ней работаю, и тоже знакомлюсь и с вашей кожей, и с вашим пигментом в коже. И там может не так быстро происходить удаление. Но результат есть всегда. Просто нужно понимать, что если вы провели лазерное удаление, и цвет из глубины приподнялся, что происходит? Допустим, у вас был серый цвет. Вы пришли, ожидали, что он передел в коричневый или светло-коричневый. Но бывает такое, что полежал пигмент в коже, он на татуировочной, на химической основе. Он просел, как любая татуировка. И когда я провела лазером, его коснулось, он приподнялся к поверхности и стал еще темнее. Вы мне звоните и говорите, боже мой, мои брови стали еще темнее. Все хорошо, значит, в следующую процедуру они уйдут максимально. Бывает, что сразу на процедуре, когда я, если пигмент лежит поверхность, я работаю лазером, и сразу, вот вы видите мои видео, сторисы, где я выкладываю, цвет сразу переходит или в светло-коричневый, или в тон кожи. Это тоже нормально. Какие бывают ситуации, связанные, допустим, часто возникает вопрос, что мне делать, я улетаю на море. Вы можете улетать на море. Я всегда говорила и остаюсь при своем мнении, что солнце разрушает перманентный макияж. Соответственно, если мы запустили распад цвета, а именно лазерный луч разрушил капсулу, в которой держится пигмент, если вы сделали лазерное удаление и через неделю отправляетесь на море, это пролонгирует действия лазера. И, как правило, все клиенты приезжают с моря не только загорелые, отдохнули, но еще с чистым лицом, и можно делать уже перманентный макияж. Если вы находитесь в городе, конечно, я рекомендую воздержаться 5-7 дней, поберечь кожу именно после воздействия, и затем жить обычной жизнью, ходить в сауну, париться в душе, загорать в солярии. Вы можете абсолютно вести активный образ жизни. Это будет помогать вам же вывести из организма старый пигмент. Еще возникает часто вопрос, можно ли мне прийти на лазерное удаление во время беременности. В первый триместр, когда приживается плод, мы не рекомендуем вообще никакие процедуры, просто порадоваться, что у вас такая классная ситуация, что у вас будет малыш. И через этот период, если все хорошо, беременность прижилась, и вы в порядке, гормоны не скачут, и токсикоз вам позволяет посещать различные процедуры, мы вас ждем. Потому что очень далеко у брови находятся от места беременности. И совершенно идут разные процессы. И матушкой природой так задумано, что когда женщина в положении, весь организм работает только на то, чтобы прижить плод, растить плод, вырастить этот плод. И поэтому все, что вы будете делать на лице, никак не связано. Это слишком находится далеко, и организм занят совершенно другим. Никак он не, скажем так, в этот период он не обратит внимания на брови. Да, есть один момент, когда мы делаем перманентный макияж беременным девушкам, или делаем удаление, результат может быть чуть слабее. Это нормально, потому что гормональный фон совершенно не в порядке. Абсолютно новые процессы в организме. И, как правило, вот если мы ожидаем после перманентного макияжа 50%, мы беременным девушкам говорим, что если у вас усадка будет 30%, это нормально. То же самое с лазерным удалением. Всегда цвет посветлеет, но может быть в меньшей степени его распад. Какие еще были вопросы? Что еще спрашивают, Вероника? Давай ответим сразу. Как я буду выглядеть? Все спрашивают, как я буду выглядеть после лазерного удаления. Вы будете выглядеть хорошо. Брови станут мягче, нежнее, лицо в целом моложе. 100% крайне редко уходит в цвет. Поэтому клиенты говорят, боже, я схожу на лазерное удаление, что я буду без бровей. Нет, вы будете со своими бровями только средне-коричневого тона. Я разрешаю на следующий день, если у вас какое-то мероприятие, вам надо на работу, или просто вам нужно поехать с ребенком по делам, или просто вам нужно быть в порядке каждый день, я не знаю, какая у вас жизнь, протереть хлоргексидином. И немножечко припудрив минеральной пудрой, если вам необходимо, чуть-чуть подкрасить тенями. Если же есть возможность все-таки избежать макияжа, я рекомендую, конечно, 3-5 дней это сделать. И сухой уход. И после шелушения рисунка с 5 по 7 день вы можете уже жить обычной жизнью, как я и говорила. Что еще спрашивают? Напоминай. Белые брови. Белые брови. Вы смотрите мои видео и впадаете в кому. Как так брови стали белыми? Они сожглись, они выпали, они никогда не вырастут. А будете ли вы сбривать брови перед процедурой? Самые любимые вопросы, ежедневные. Белые брови происходят почему? Лазерный луч, проходя через волос, все равно его ожигает. И в течение недели полностью, как правило, луковица и волос полностью по пигменту восстанавливаются. Если этого не произошло, вам просто нужно сходить в салон или купить домой красочку и подкрасить обычной красочкой для бровей свои брови, которые посветлее или ничего страшного нет. Это нормальный процесс. И, скажем так, работая с лазерами, это стабильная постоянная ситуация. Но именно через недельку, через 10 дней, как правило, брови по тону возвращаются. Что насчет сбривания бровей? Когда-то раньше, когда был только татуировочный мир, и мастера работали аппаратами, которые они сами паяли, и иглы они сами паяли, эти аппараты были очень мощные, и ими крайне трудно было работать по лицу. Сейчас такого нет, мир очень развит, анестезии любой вид, любой вид оборудования на разный кошелек, на разный тип кожи можно, если вы купили хорошее оборудование, люксовое, или хотя бы среднего сегмента, вы можете подстраивать его мощность, скорость, вы можете подбирать конфигурации иглы, вы можете практически все, что требуется, по внешнему типу клиента подобрать для того, чтобы взять качественную работу. И вот, ранее был такой момент, когда мастера сбривали брови, почему? Потому что у них не было хорошего оборудования, и еще, если вы вспомните, эти брови, которые были всегда выше своих. На данный момент такого не существует, не надо этого бояться, никто ваши брови сбривать не будет. Хочу вас порадовать, есть побочное действие у лазера. Звучит, да, сейчас может быть странно, но волосы, которые заснули, которые у вас когда-то были на бровях, активируются. И во время лазерного удаления очень часто у клиентов начинают расти красивые густые брови, они полностью восстанавливаются. Мы удаляем перманентный макияж, и клиент далее не делает уже перманентный макияж, потому что у него есть свои брови теперь. Это большой плюс. Еще такой момент, вот я вспомнила, когда вы меня спрашиваете, а будут ли рубцы. Друзья мои, рубцы бывают в двух только случаях. Если это был неправильный уход, и кожа склонна к рубцеванию. Если техническую часть в кабинете я выполнила, как обычно правильно, ваша задача это 50% успеха дома. Если вы проводите процедуру, будьте добры соблюдать и от себя ничего не добавлять. Не надо никаких мазей, пен, никаких, я не знаю, косметических средств, которые, по вашему мнению, из интернета помогают заживать в данной процедуре. У меня была женщина, которая пришла с банкой, и в ней плавали цветы, и она сказала, что она будет делать компрессы из ромашки. Другая клиентка сделала хлоргексидином компресс, и у нее был ожог. Ничего не надо делать того, что не написано в памятке, в электронной, которую я вам высылаю сразу после процедуры. Если вы что-то решили все-таки сделать, ответственность лежит на вас. Я себя ответственно снимаю как специалист, потому что у вас 24 на 7 есть наш WhatsApp. У меня есть моя помощница, ассистент Вероника, которая знает и отвечает на все ваши вопросы. Каждый день она вас курирует и ведет до результата. Пожалуйста, я вас очень прошу, если вы хотите классный результат, чистую кожу или качественно заживший перманентный макияж, соблюдайте все рекомендации, которые мы вам высылаем. Используйте только средства, которые мы вам с собой дали. Ничего от себя делать не стоит, это все имеет последствия. А по поводу рубцов, вернемся к нашей теме. Когда есть специалисты, которые работают, откровенно говоря, обманывая клиента. Я скажу, как есть. Как это происходит? В аппарате есть определенное количество вспышек. Со временем они заканчиваются. И аппарат продолжает стрелять, но импульса не дает. И таким аппаратом можно сделать 200 процедур удаления. Якобы удаление пигмента из кожи. Но на самом деле от вспышки будет разрушаться только эпидермис. Сама ткань. Пигмент не будет расщепляться. Это тот момент, когда вы меня спрашиваете. О, я была в другом месте, и у меня ничего не ушло. Почему я должна доверять вам? Смотрите мои работы, не надо доверять мне. Смотрите результатам и клиентам. И обращайтесь в мои клиенты, такие же подписчики, как и вы. И напишите лучше им, а не мне. И запросите результат работы. Если вы думаете, что все фотографии фотошоплены, или stories специальные, или что-то происходит не так. Пожалуйста, у вас есть в доступе все мои клиенты. Они подписаны на мою страницу, в инстаграм, на ютуб-канал. И вы можете вживую с ними общаться и запросить фото до и после. И поверьте, у них такие же есть коллажи. Они делятся со своими подругами, сестрами, семьей, мамой. И для себя сохраняют, что у них было и что стало. Это будет намного результативнее для вас. И вы получите от первого лица информацию. И вот, когда мастер работает таким выгоревшим лазером, он делает много процедур. Он может назначить вам раз в две недели, раз в три недели. И почему он так делает? Давайте я вам расскажу. Во-первых, потому что он зарабатывает. У него нет задачи сохранить репутацию. Он хочет просто заработать кэш сегодня. Он не играет в долгу. Он хочет на рынке только сейчас заработать. А мы с вами... У нас какие отношения? У вас одно лицо, у меня одно имя. Нам нечего делить. Неужели наши отношения стоят там две тысячи или двадцать тысяч рублей? Нет, конечно. Мы годами друг другу доверяем, рекомендуем. И я очень часто к своим же клиентам, которые в разных профессиях реализовались, так же, как я специалисты, направляю и к косметологу, и к стилисту, и к гинекологу. Своих женщин у меня очень большой круг. Я ручаюсь за тех, кого советую. И здесь то же самое. И вот мастера, которые работают выгоревшими лазерами или не знают техническую часть, они сжигают кожу, кожа рубцуется, а пигмент не уходит. И потом из-под вот такого зарубцованного состояния клиенты приходят ко мне. Вы видите мои работы, страшный инстаграм, где каждый день я публикую фотографии, после которых клиенты передумывают делать перманент. Потому что такая ситуация. На рынке очень много некачественных специалистов. Они не учатся, они не тратятся на оборудование. У них есть записи, они почему-то считают, что им не надо расти. Это их дело личное. Но пока есть такие специалисты, у меня очень много работы. Спасибо им, отдельно тем, кто будет смотреть и является таким. А второй вариант, когда технически проведена процедура правильно. Я как специалист оценила кожу, оценила проблему, плотность, выбрала правильную длину волны и все сделала. Но клиент дома, допустим, ему надо на следующий день куда-то на выход. И что он сделал? Он затонировал брови или губы или глаза и ушел с этим макияжем. И произошло воспаление, потом произошла корочка, неправильный уход. А если кожа еще килоидного типа или склонна к рубцеванию или рыхлая, эта травма больше, чем следует. Потому что после лазерного удаления самое лучшее – это сухой уход. Не беспокоить, вообще забыть, где сделана зона удаления. Какая зона удалена, мы про нее забываем на неделю минимум. Вот такая ситуация. Поэтому, если у вас данная ситуация произошла с вами, пожалуйста, приходите на консультацию. Во-первых, посмотрим, можно ли помочь, что делать. И второй вариант – соблюдайте рекомендации. Потому что если кожа склонна к рубцеванию, это надо знать за собой всегда. И говорить это и косметологу, и мастеру по перманенту, и все, что связано с пластической хирургией, обязательно любое вмешательство с травмой тканей, они приводят к тому, что если кожа склонна к рубцеванию, это произойдет. А если еще был неправильный уход, это еще усугубится. Поэтому, друзья мои, не боимся, не стесняемся, обращаемся. Всегда практически я могу помочь. Если я не могу помочь, и, допустим, очень плотный рубец, и я не могу из-под него достать цвет, я вас направлю к косметологу, который сначала проработает ваш рубец, приподнимет, уберет его, размягчит, и затем мы сможем с ним поработать и убрать пигмент. Главная задача, когда мы делаем лазерное удаление или ремовер, ни в коем случае не только вывести цвет, но еще сохранить ткань. Поэтому циклы между лазерами от месяца до двух, в зависимости от типа кожи, чтобы клиент успевал восстанавливаться, и наращивались все слои кожи, все пять. Я покажу сейчас их, секундочку, я сделаю шаг. Вот наша прекрасная кожа в разрезе, пять слоев. Пигмент лежит в сосочковом слое, в самом близком к сосудам. Если у вас, допустим, вы сделали перманент, и он поплыл, знайте, что мастер попал в сосуд, и все. И краще вещество, мелкодисперсное именно пигмента, попало и ушло в сосуды, и дает пятно. И вот эти все пять слоев должны нарасти. На 28-й день четвертый слой поднимается к первому. Поэтому для качественного перманентного макияжа нужен определенный слой, между четвертым и пятым, чтобы закапсулировался и держался. А если мастер работает поверхностно, цвет выбаливает. А если пигмент, вернее, лазерное удаление делается чаще, чем восстанавливаются все слои кожи, получается такая ситуация, что у клиента в зоне удаления получается минус ткань. Не все слои наросли, и повторная травма это усугубляет. Поэтому если вы видите, что у вас такая ситуация, просто дайте коже больше времени восстановиться и нарасти. Еще бывает такая ситуация, когда мы сделаем лазерное удаление, и клиенты звонят и пишут, через неделю говорят, у меня розоватый цвет бровей или губ, или еще что-то. Знаете, друзья мои, что нужно время, чтобы и сосуды тоже наросли, чтобы они все восстановились и кожа сверху укрепилась. Поэтому 35-й день, 40-й день после процедуры – это оптимальное время, когда я вас жду на повторную. Лучше, конечно, если у вас есть чувствительность и сохранилась краснота, до 2-х месяцев подождать и поухаживать за этой зоной, попитать ее, поукреплять, попить витаминчики и сделать, может быть, гелауронку на все лицо, для того, чтобы и эта зона тоже подпиталась. Помогайте себе и своей коже заживать. Это не только технические данные, которые я вожу, но и ваша ответственность после каждой процедуры, потому что когда я делаю лазерное удаление, я запускаю процесс в кабинете, я работаю 1-2 минуты, а распад цвета, основной распад цвета, который дает самый основной результат, это 6 часов после процедуры лимфосистема расщепляет пигмент. Поэтому клиенты могут уйти от меня в порядке, а к вечеру у них может произойти отек или покраснение. Тогда мы просто пьем супрастин или капли лимфамиазот, которые убирают отеки, снимают покраснение, помогают быстрее восстановиться и быть в порядке внешне. Но этот процесс никак не остановить. Я его запускаю лазером, кожа его продлевает и дает реально хорошие результаты для того, чтобы попрощаться со старым некачественным перманентом.